Ас-салава алейкум, рахматуллах и барракатум. Наше сегодняшнее занятие. Мы опять продолжаем обучение Java. Я так смотрю, желающих с каждым разом все меньше и меньше, но это выбор каждого из вас. Итак, иншалла, сегодня мы просмотрим операторы языка, циклы языка Java. И первое, что мы с вами начнем, это вообще с основных операторов. Это арифметические, операторы сравнения, побитовые, логические, операторы присваивания и прочее. Что можно сказать об арифмических операторах? Кстати, меня слышно? Да, слышат. Значит, все. Продолжаем. Арифметические операторы используются в математических выражениях, таким же образом, как они используются в алгебре. По операторам сравнения. Что тут может быть проще, как больше, равно, ой, больше или равно, меньше или равно. Вот это самые обычные операторы сравнения. Такой пример. Так, сейчас чат открою. Я сейчас введу, чтобы вы поняли, о каких операторах сравнения идет речь. Давайте вы, если вы поняли, напишите в чате. Например, у нас есть А равно 57, В равно 25. Надо записать А и В. Какой знак между ними должен стоять? Это к вопросу о том, что поняли вы, что такое операторы сравнения или нет. Правильно. Потому что А больше Б. Вот, правильно. Ну, это я к тому, чтобы вы поняли, что такое операторы сравнения. Слава Богу, вы это поняли. Следующее. Побитовые операции. В побитовых операциях определяется несколько таких операторов, которые могут быть применены для целочисленных типов. Самое важное, что побитовыми могут быть интовые, лонг, шорт, чар и байк. Чтобы вы это поняли, о чем я имею, о чем говорю, это инт. Инт. Шорт. В прошлом занятии мы с вами подробно это объясняли. И байт. Они целочисленные. Например, если у нас какое-то число с плавающей точкой, мы уже не сможем их использовать. Итак, предположим, что у нас есть А, которое равно 60, и Б, которое равно 13. Обратите внимание, везде ставлю точку с запятой. Это, конечно, я привожу только пример, но если мы сейчас выработаем эту привычку после каждого такого значения и ставим точку с запятой в коде, мы это будем уже делать автоматически, не будем об этом забывать. То уже вот А, 60, Б, 13, то в двоичном формате они будут выглядеть таким вот образом. Это вот такой двоичный код у нас. И Б, конечно, если кто-то из вас это хочет изучить, пожалуйста, открывайте ассемблер и начинаем учиться описывать вот эти вот символы, ну, символы, цифры. Но, опять же, это все можно найти в интернете. Вот, например, как мы сделаем, чтобы вам показать число недороговичного формата онлайн. Как оно будет выглядеть? потому что в двоичном формате это 0,1, 0,0,1 и так далее. Все наши числа данные они ой, держи. В принципе, это все можно найти в интернете. перевод чисел из одной и круглой. Смотрим, что он нам покажет сейчас. Можно, конечно, научиться это делать самостоятельно и вы сможете переводить большие числа. А можете вот так вот искать нужное в интернете и пользоваться. Ну, почему мне не хочется открывать? Странно. Переводы из одной системы исчисления в другую. Например, в университетах этому учат вот прям, чтобы каждый мог это сделать на листочке. Но это все-таки сложно. перевод числа в другие системы исчисления. Целое число. Ну, а также вот смотрите, введем, например, 8-7 рассчитать. И вот он нам показывает в 16-ричной системе это 57, в 8-ричной системе 127, двоичная система. Выглядит вот таким вот образом. Этот, вообще все наши коды, они компьютер, виртуальная машина переводит вот в такую двоичную систему. Кстати, раньше, в 80-е годы, еще 70-е, 80-е программы писали вот таким двоичным счислением. Вот представьте, то, что мы пишем сейчас на джале, так сказать, ив, если, или, какие-то названия операторов, то раньше это все писалось вот вручную, вручную, вот таким вот образом. И так продолжим. Потом идет у нас логические операторы. Вот тут еще арифметические, это то, что у нас постоянно забываю про плюс, минус и так далее арифметические. Операторы присваивания о том, о чем я и говорила, это больше, меньше или равно. Побитовые операции, это то, что мы с вами также рассматривали и, или, если, сдвиг, а вот, логические операции, операторы. Операторы присваивания и прочее. Впрочем, это тенарные операторы. Вот знак вопроса. Часто можно встретить в примерах кода, вот в запись о том, что вот идет какое-то переменное выражение, потом знак вопроса, значение, двоеточие и дальше. Это дальше мы сейчас с вами рассмотрим операторы, именно этот тенарный оператор. И вот следующий оператор. Переменная ссылочная. Тоже оно используется, но очень, так сказать, редко. Приоритет операторов, тоже надо помнить об этом. В этой табличке написано именно как они сначала, вот сначала первое, если есть скобочки, точка, потом идет унарный оператор. Все вот здесь это написано. Ассоциативность слева направо, во всех, всегда. Если у вас есть какое-то длинное выражение, вы записали формулу, то в принципе вот эти приоритеты будут выполняться такой же, как и в математике, в алгебе. вот еще немного о тенарном операторе, оператор, который состоит из трех операторов и используется для оценки выражений типа более, это как true, false, также мы с вами рассматриваем это. Он также известен как условный оператор. Также когда будете читать какую-то дополнительную литературу, вы в описании найдете именно условный оператор. цель его заключается в том, чтобы решить, какое значение должно быть присвоено переменным. и сейчас мы с вами рассмотрим циклы и операторы. Вообще циклы это операторы выполняющиеся последовательно. Первый оператор функции выполняется первым, затем второй и так далее. Цикл используется в ситуации, когда вам нужно выполнить блок кода несколько раз. Тоже надо запомнить, что такое цикл. понимая, что кто-то из вас это не поймет сразу. Но вы просто прочтите раз в 10. Раз в 10 прочтите, а потом просто запомните. Оператор цикл это оператор, который выполняется последовательно. Первый оператор функции выполняется первым. Первый же в блоке есть, вот он первый выполняется. Затем идет второй и так далее. Он может быть 5, 6, 10. Цикл используется в ситуации, когда нужно выполнить блок кода несколько раз в поисках верного решения. Также объявление цикла позволяет выполнить оператор или группу операторов несколько раз. Ниже приводится общая структура. вот я ее вам сейчас сделаю вот общую структуру. Это while for есть также улучшенный for есть do while do while есть и теперь вот сами операторы цикла изменяют нормальное выполнение последовательности цикла в java. также выполнение выходит из своей области все объекты которые были созданы автоматически в этой области будут уничтожены. Операторы цикла у них как break и continue break и continue завершают работу цикла или оператора и передают выполнение следующему которое находится сразу же после этого цикла continue заставляет цикл пропустить оставшуюся часть его тела и сразу перепроверить вновь его составление сначала вот нас в университете учили рисовать такие вот блоки кода как и точно так же оно идет в программировании если выполняется этот блок тут например нет а тут yes еще ошибки сделала ладно вот если да то выполняется один код если нет то выполняется другой код и вот теперь мы с вами перейдем к лайлу он многократно выполняет цели пираклы до тех пор пока данное условие верно лайл а синтокси мы с вами сейчас я вам покажу лайл лайл и вот у нас здесь вот этого тела будет оператор которые должны будут выполниться это такой синтоксис оператора цикла цикла лайл может быть один оператор или группа операторов в нем в условии может быть выражение true истинное или либо другое ненулевое значение при выполнении если результат логического выражения true то действие внутри цикла будет выполняться это будет продолжаться до тех пор пока результат выражения истина когда условия становятся ложными программа передает управление на строчку сразу после цикла допустим у нас мы должны найти чифло допустим 21 он будет проверять от 0 до самого верха до 21 когда он до 21 дошел до верха 22 уже не верно он передает свое выполнение следующему коду ключевым моментом этого цикла является то что он может ни разу не выполниться когда проверяется условие результат является ложным тело цикла будет пропущено и выполняться первая строка после файла не запустила я сейчас попробую запустить мы с вами рассмотрим пример итак цикл вайл повторяем он многократно выполняет цель оператора до тех пор пока данное условие верно и сейчас вам покажу сразу небольшой пример циклы будем очень часто циклы будем очень часто использовать программирование их надо хорошо понять запомнить вы подписали вопрос тем и типы данных типы данных мы рассмотрели на прошлом занятии а это у нас оператор циклы ну запускайся итак сейчас мы с вами рассмотрим пример у нас как как правило есть пакет первая строчка это пакет который объявляется в самом начале он может быть через точку название длинное может быть потом идет мы объявляем основной класс у основного класса тип доступа публичный чтобы его смогли открыть другие классы и потом у нас с вами идет то что будет выполняться виртуальной машиной это точка входа публик статик вот на прошлом занятии мы это с вами доступа рассмотрели итак теперь наш пример у нас будет и у нас целое число например х равно десяти точка запятой это важно мы объявили переменную а и сейчас будем рассматривать вайл у нас будет х здесь внутри условия чтобы было не больше 15 оно должно быть меньше итак открываем наши телоцикла и сюда мы с вами заносим основную строку систем ау принт лэн и в него мы внесем допустим вот такое выражение теперь оно в строке он будет нам печатать все эти выражения пока пока не встретит число 15 после 15 он уже печатать это не будет то есть х плюс плюс вот он будет увеличивать каждый раз от 10 вот у нас с вами х вот у нас с вами х мы указали что это 10 и указали второе значение числа 15 но если бы мы поставили х больше меньше или равно 15 то он будет нам считать до 15 а так как мы поставили что 15 больше х он будет вычитывать до 14 и так и я неправильно это должно быть в конце поспешила я х а сюда у нас значение 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 побел и плюс x когда я ставлю плюс мы после вот этих двойных кавычек то что в двойных кавычек он будет просто печатать без изменения это как строка для него там любое слово можно ввести потом кавычки закрываются и мы присваиваем значение x это значение будет выводиться вот здесь у нас как видите x плюс плюс он выводится до тех пор пока не встретит 15 вот такой вот цикл while теперь сохраним и запустим вот смотрите что он вывел значение 10 10 мы указали x равно 10 следующее значение x 11 12 13 14 до 14 все потому что мы указали что 15 больше x и он нам вывел по нашему требованию вот этой вот строчкой вывел до тех пор пока не встретил число 15 как и было сказано while многократно выполняет оператор до тех пор пока данное условие верно вот мы с вами увидели на примере пока данное условие верно теперь следующий цикл for это это то что будет это то что будет выводить на печать уже программистами было задумано изначально в принципе тут может быть значение пакета через точку класса и вот это находить сейчас это то что мы с вами просто должны запомнить чтобы вывести на печать должны использовать system out println дальше уже более углубленно когда пойдет программирование разберемся что каждый из них значит и что может быть вместо этих данных теперь у нас цикл for обладает структурой управления повторением что позволяет эффективно написать цикл который должен выполняться определенное количество раз цикл for полезен когда вы знаете сколько раз задача должна быть повторена как он выглядит и как и 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 в нем же логическое выражение которое нам нужно для решения задачи и обновление это сколько раз и что оно должно обновляться и в нем идут такие же операторы вот синтаксис for и так процесс управления в цикле вот начнем стадии инициализации выполняется первой и только один раз этот шаг позволяет объявлять инициализировать также любые перемены для управления самим циклом а он заканчивается точкой запятой далее логическое выражение идет если истина то тело цикла выполняется до тех фор пока она ложная и уже контроль переходит к следующему оператору цикла к другому в комнате после того как тело из цикла фор запускается на выражение контроль переходит обратно к оператору обновления он позволяет обновлять какие-нибудь данные переменные для управления циклом и записывать без точки запятой в конце и следующего логическое выражение теперь оценивается снова идет повторение если истина то цикл выполняется и процесс повторяется если ложно то цикл фор завершается теперь рассмотрим пример цикл фор это мы удаляем это мы тоже удаляем итак у нас цикл фор первое идет x равно 10 как видите инициализация потом x меньше 15 и следующая итак что мы с вами записали это цикл обновления он он сначала будет выводить нам 10 вот он следующая 11 12 13 14 до 15 и уже здесь он итак здесь у нас тоже значение Зря я удовлетел. Зря я удовлетел. Время заканчивается в первой части. Надо было слушать хорошо. Смотрите. Ключевый момент цикла while – это то, что он может ни разу не выполниться, а может и выполниться. Когда проверяются условия и результат является ложным, то тело будет пропущено. Также, а вот for, он обладает уже структурой управления. Он удобен тем, что мы уже знаем, сколько раз и какое количество. Вот смотрите, у нас здесь в while только логическое выражение, а в for мы можем записать инициализацию и обновление. В каких-то моментах удобно писать for, а в каких-то while, если у нас нет дополнительно каких-то данных. Вот основное отличие. Сейчас я перезапущу и пришлю вам. Снова ссылки. Спасибо. 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 Спасибо.